Всем привет! Вы на канале E2Buy, меня зовут Владимир и сегодня у нас на обзоре Lenovo Legion 5 2023 года или его китайская версия, но у нас американская, R7000. Размеры ноутбука 358,8 мм, 262,35 мм и толщина у нас 19,9 мм до 24,05 мм. В принципе, ноутбук тонкий, достаточно легкий. Верхняя крышка металлическая, одна надпись Legion, одинаковая что для китайской версии, что для остального мира. В нашем случае версия американская плюс небольшая лаконичная надпись Lenovo. Строго, ничего лишнего, не сильно напоминает игровой ноутбук. Решетки радиатора стали меньше, в 2022 году были больше, у остальных ноутбуков Lenovo они тоже больше. Сзади выдув нормальный, решетки радиатора ничего не мешает, места для воздуха много, с правой стороны тоже. Корпус и внешний вид. Внешне напоминает Lenovo Legion 5 2022 года. В принципе, что поменялось? Сейчас посмотрим. Поменялось. По материалам корпуса. Крышка. Металл. Днище. Пластик. Топ-кейс. Кстати, заодно еще и Apple Test. Откроется ли одним пальцем? Одним пальцем открылся. Открылся на сколько? На 180 градусов. Нормально? Нормально. Топ-кейс. Пластик. Так, петли. Я твой ноутбук, рамку экрана шатал. Петли у крышки экрана достаточно тугие. Болтаться не должна. Сделано достаточно надежно. Это лучше, чем у Asus A15 или A16 2023 года. Там лютый ужас. Вот точно не брать. Посмотрим, что у нас по днищу. Отверстия для забора воздуха, в принципе, достаточно расположены по заверениям Lenovo там, где надо. Как работает? Посмотрим на практике. Плюс посмотрим, куда тепловизором. В принципе, для данной конфигурации должно хватать. Вот мне очень интересно, справится ли система охлаждения с тепловыделением видеокарточки. ДГП-то Lenovo на официальном сайте заявляет 140 Вт. А на китайском 125. Посмотрим, сколько по факту. Клавиатура стандартная Lenovo. Напоминает клавиатуру у Legion 2022 года. Стрелки вынесены отдельно. Присутствует цифровой блок на клавиатуре. Подсветка в нашем случае только белая. Три уровня яркости. Подсветка выключена. Подсветка включена на минимум. Подсветка включена на максимум. Все. Больше по клавиатуре особо ничего нет. Клавиатура, да, внешне напоминает 2023 год. Но не все так просто. В нашем случае это новый уровень управления в играх. Ноутбук оснащен клавиатурой Legion True Strike. Для игр должно помочь. Тачпад пластиковый, стандартный. Достаточно приятный. Сильно не клацает. Не люфтит. Курсор никуда не убегает. По размеру тачпад 75 на 120 мм. Стандартный для всех регионов 2023 года. Ничего плохого о нем сказать не могу. Как ничего хорошего. Так, процессор. Процессор в нашем ноутбуке установлен. Ryzen 7 7735HS. Так, ноутбук 2023 года. Процессор вроде 7. А нет. Процессор у нас классический. Zen 3+. По сути то же самое, что 6800H. По сути то же самое, что было в Legion 5 2022 года. Это 8 ядер, 16 потоков. L2 кэш 4 мегабайта. L3 кэш. L3 кэш 16 мегабайт. Стоп. Есть еще одна небольшая разница. Разница в процессорах будет в TDP процессора. У 7735HS TDP может быть от 35 до 54 ватт. И чуть выше версии частота турбобуста. Все остальное в процессорах одинаково. По сути между 2022 годом и 2023 годом процессор нам не поменяли, не ухудшили. Несмотря на то, что 7735HS, по сути то же самое, что у Ryzen 7 6800H. По сути по процессору ничего не потеряли. Едем дальше. Видеокарта. Видеокарта, как и процессор. Безальтернативно встречается только одна RTX 4060, 8 гигабайт, GTD-R6, TDP. PSRF Lenovo.com показывает 140 ватт, а вот китайский сайт показывает 125. Посмотрим, сколько... В тестах посмотрим, сколько видеокарта живет по факту. Как-то так, как-то так. Есть небольшое расхождение, но в принципе RTX 4060 с системой охлаждения от Lenovo. Это не RTX 4060 с системой охлаждения от Asus. Lenovo по системе охлаждения забегает, стрихая вперед, сильно и очень сильно лучше. Система охлаждения, по-моему, Lenovo Legion Cold Front 5, судя по картинкам, по-моему, то же самое, что было в Lenovo 2022 года в пятерках точно. По системе охлаждения Lenovo в 2023 году в Legion 5 ничего не поменяло. Производительная память версии из коробки для ноутбуков, без разницы китайской или не китайской, будет в любом случае два модуля по 8 ГБ. Частота 4800, DDR5, все как обычно. SSD и хранение данных. Можно поставить два SSD без проблем. Два слота присутствуют. Из коробки бывает либо 512, либо 1 ТБ. За мультимедиа отвечает два динамика, расположенная снизу, по 2 Вт на химик аудио звучать как-то должен. Экран 15,6 дюйма, 2560 точек по ширине и 1440 точек по высоте. 15,6 дюймов, то же самое, что в пятерках 2022 года, но есть одно но, есть отличие. В 2023 году яркость у экрана 350 нит, матрица IPS, время откликает 3 мс, световой охват 100% из RGB. Так, что у нас по цветам? Цвета есть, цвета видно. Частое обновление 165 Гц, тоже по экранам, безальтернативно, что в китайской версии, что в версии для остального мира. Экран для его стоимости приятный, отвращение не вызывает. Asus комплектует свои ноутбуки A15 и A16 гораздо более бюджетными экранами. На них без слез не взглянешь. Как-то так. По экрану совсем забыл, есть еще одна фишка. При нажатии кнопок Windows Air в режиме овердрайв монитора, можно переключать как от батареи, так и от розетки. Режим работы экрана 165 Гц, либо 60 Гц. В принципе, удобно, полезно. Хотите поэкономить заряд батареи? Переключаемся в 60 Гц. Не хотите экономить заряд батареи? 165 Гц, и картинка будет гораздо более четкая. Так, поехали. Тест камеры и микрофона. Ноутбук в нагрузке. Post Power Supply Test. Нагружен и процессор видеокарты. Режим DGPU Only. Посмотрим. Так. Звук по печати на клавиатуре. Посмотрим, как передается в микрофон, и как меня слышно. Хотя, как меня слышно, напишите в комментариях. Так. Камера 720p. Вас, как минимум, узнают. Фокус у камеры есть. Камера меня видит. И так видит. И так видит. Я себе пытаюсь убежать. Все нормально. В принципе, до 720p камера более или менее нормальная, если смотреть себя не на полном экране. Если смотреть на себя на полном экране, то камера такое себе. Справа разъем микрофон-наушники комбинированный. Далее шторка включения-выключения веб-камеры. И далее USB 3.2 первая генерация. Слева один USB Type-C 3.2 вторая генерация. Поддерживает передачу данных и DisplayPort 1.4 без Power Delivery. Сзади у ноутбука удобно расположены разъемы в сеть. Далее USB Type-C версии 3.2 второй генерации с поддержкой Power Delivery 135 Вт и DisplayPort 1.4. Далее HDMI версии 2.1, а значит 8К в 60 Гц и 4К в 120 Гц без проблем. Далее две штуки USB Type-A версии 3.2 первая генерация. Один из которых всегда включен. По сетевому у ноутбука есть один разъем гигабитный Ethernet RG45 стандартный. Отключать будет удобно. Защелка смотрит вверх. Плюс у ноутбука есть Wi-Fi Bluetooth модуль, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Так как ноутбук у нас на базе процессора AMD, Wi-Fi Bluetooth у нас будет скорее всего Mediatek. Мало Mediatek или он у вас глючит, то ставим Intel AX 210 либо AX 200. Переходим к контрольному взвешиванию. Производитель обещает, что ноутбук будет весить меньше чем 2,4 кг. Проверим так ли это вес ноутбука или сколько придется носить с собой. 2 кг 288 грамм. Да, меньше чем 2,4 кг. Да, бюджетный гейминг. Да, он такой легкий. Добавляем адаптер питания. 2 кг 981 грамм. В принципе, нормально. Добавляем кабель питания. Итого с собой придется носить 3 кг 172 грамма. Выход под звук. 2 динамика. Да, в 2023 году что-то Lenovo решила перемудрить систему охлаждения. Маловато щелей. Пошли по скользкой дорожке от компании Asus. Можно подключить 3 независимых экрана к этому ноутбуку. Ну, прикольно. Как рабочая станция, да. Ryzen 7000, ну да, забавно. Днище полностью пластиковое. Все вот щели мне не нравятся. Тоненькие. Но посмотрим, как это будет работать. Та-дам! Традиционно. Поддон детектинг. Днище нам пока больше не надо. Добрый вечер. Батарейка Lenovo оригинальная. Кому интересно, L21 M4 PC0. 60 Вт-часов. Емкость 3887 мАч. Измеренная емкость 3789 мАч. Так, батарейки в ноутбук явно не доложили. Место позволяет поставить нормальную человеческую 90-99 Вт-часов батарею. Но Lenovo решила, что в данной модели не нужно. Свободное место, в принципе, можно было бы использовать для 2,5-дюймового накопителя. Допустим, SSD либо жесткого диска. Выпустили они достаточно странно. Этому ноутбуку есть интересные конкуренты. Это Slim 5-23 года. Slim 7-23 года. Но здесь нам Lenovo обещает видеокарточку в 140 Вт. Во второй разъем влезет без проблем двухсторонний SSD накопитель. Ему тут ничего не мешает. Ну как? SSD накопитель SK Hynix 512 ГБ. PCI-Express 4X4. Так что скорости должны быть ничего. В основной разъем или в первый двухсторонний SSD не станет. Почему? Потому что у нас под SSD-шкой шлейф. Плюс еще провода на антенны Wi-Fi. Поэтому двухсторонняя SSD-шка сюда не влезет. Живите с этим. Так, если открутить Wi-Fi... С обратной стороны будут ли у нас опознавательные знаки? Угу. А с обратной стороны на Wi-Fi есть опознавательные знаки. Да, Mediatek MT7921 Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Оперативная память стандартна. Это не память от Lenovo. Memory Lenovo. Порт номер. Ну да, наклейка, да. По факту Samsung DDR5. Две планки по 8 ГБ. Частота 4800. Почему 4800, а не 5600? А потому что данный процессор 5600 не умеет, не понимает и не работает с ней. Конечно, с двумя модулями по 16 ноутбук выглядел гораздо симпатичнее. Но есть как есть. Спасибо, что не как у Asus. Спасибо, что не одна планка на 16 ГБ. Самое интересное. Система охлаждения. Классическая от Lenovo Legion 5 Pro 2022 года. Классически три тепловых трубки. Одна тепловая трубка по системе охлаждения общая и для процессора, и для видеокарты. Со стороны процессора уходит на два радиатора. На основной и дополнительный. Со стороны видеокарты на один радиатор. Дополнительная одна тепловая трубка только для видеокарты. Охлаждает и зону VRM видеокарточки. Уходит на отдельный радиатор и уходит на кристалл. На чип GPU. В нашем случае RTX 4060. Для RTX 4060 будет комфортно. Плюс одна отдельная тепловая трубка для процессора дополнительная. Уходит на один радиатор. Плюс еще есть одна тепловая трубка. Здесь нам ее не видно. Для охлаждения видеопамяти. Система охлаждения выглядит достаточно внушительной. Но единственное то, что портит качество прижима, это прижим на три точки по процессору и по видеокарте. Поднимем систему, посмотрим, что внутри. Откручиваем систему охлаждения. Здесь потребуется кристовая отверточка, чтобы разобрать весь ноутбук. Две биты, одна побольше, вторая поменьше. Ослабили все крепления. Дальше можно спокойно откручивать. Так, что видим? Не зря полезли в ноутбук. Ноутбуку после переборки будет сильно лучше. Что видно по прижимам? По процессору хороший контакт был вот в этой вот области. Здесь контакта было поменьше. Почему? Классическим. Три точки крепления недостаточно. Желательно, чтобы было четыре. По VRM процессора здесь контакт был, здесь контакт был хуже. И далее хуже, хуже и практически не было. Это мы исправим, используя жидкую термопрокладку. На процессоре отчетки видно, что вот эта часть практически не было контакта. По видеокарте. По видеокарте. Видеокарта у нас RTX 4060. По кристаллу графического процессора вопросов по большому счету нет. Да, толстоватый слой, но контакт был везде. Далее, видеопамять. Два верстных чипа. Все хорошо. Боковые. Все плохо. Опять же, три точки контакта. Нельзя нормально прижать систему охлаждения на жестких прокладках. Здесь, если камера передаст, здесь видно маркировка чипов памяти Samsung. Здесь отпечаталась хорошо. Здесь отпечаталась хорошо. А вот здесь вот. Вот здесь не было контактов. Треугольничек. И вот так вот не было контакта. По VRM-у видеокарты вопросов по большому счету нет. Контакт был везде, что странно. По VRM-у видеопамяти тоже контакт есть. Все хорошо. Но с жидкой прокладкой будет сильно лучше. Фокус. Я его так обратно положу. Все равно все чистить, убирать. То есть, мало того, что у нас чипы памяти не полностью контактировали с термопрокладкой, так еще и термопрокладка не полностью контактировала с теплотрубкой. Я думаю, здесь будет видно. Раз, раз. Ага. Здесь у нас было прижима меньше, поэтому теплотрубка отпечаталась хуже. Но тоже отпечаталась. При использовании жидкой термопрокладки такого непотребства не будет. Нужно почистить ваш ноутбук? Решительно нанесите его к нам. Едва бай. Только лучшее. Сделаем качественно, так как нужно и без косяков. Никакой термопасты классической MX-4 на процессор и видеокарту вам ложить никто не будет. Почему? Потому что в MX-4 результат будет только первый месяц. Может быть два. После чего MX-4 успешно убежит с кристалла процессора и видеокарты. Первый тест SSD накопителя. В нашем случае SK Hynix 512 ГБ, SEI Express 4 Gain 4. Результаты по скорости у вас на экране. Вполне себе достойный SSD. Могло быть и хуже. Post Power Supply Test или полная прожарка ноутбука. Видим, что температуру на процессоре 7735HS мы снизили. Было 80 градусов, стало 75. А вот температура на видеокарточке RTX 4060 осталась прежней. Но в тестах игр мы увидим, что все-таки температура на видеокарте после переборки станет ниже. А связано это с тем в данном тестировании, что наш бета-тестер решил погреться и поднял температуру в помещении на 3-4 градуса. За что, естественно, был наказан. Но даже при этом мы видим, что переборка однозначно помогла ноутбуку. PCMark 10 было 6912 баллов, стало 6977 баллов. Неплохой прирост в 1%. И это несмотря на то, что температура в ходе тестирования в помещении была на 3-4 градуса выше. Для данного ноутбука это вполне себе критично, так как железо у нас не греющееся, процессор 7735HS и видеокарточка RTX 4060. Здесь улучшения большого мы особо сильно не добьемся. Это не перебирать ноутбуки с видеокартами 4080 и 4090, а также топовыми процессорами. Там улучшение результатов гораздо более очевидно. 3DMark изменен в районе погрешности в пользу результата после переборки. И это несмотря на плюс 3-4 градуса температура в помещении в ходе тестирования. При этом прирост процессорной производительности составил аж целых или внушительных 2,5%. Cinebench R23 после переборки нашли 215 баллов в многопотоке, он же мультикор. А это значит, что процессору стало сильно лучше. В однопоточной нагрузке, он же синглкор, результат остался таким же. С синтетическими тестами и бенчмарками закончили. Теперь переходим к тестам игр, посмотрим на что способен Lenovo Legion 5 Pro 2023 года в конфигурации RTX 4060 и Ryzen 777 35HS. На что нужно смотреть? Первое. Внимательно смотрим за графиком фреймтайма или временем кадра. Чем он ровнее, тем лучше. А также на цифры перед 1% low и 0,1% low. Тут чем цифра больше, тем меньше у вас заметных тормозов в игре и фризов. Assassin's Creed Valhalla. Разрешение 2К. Переселяемся в шкуру Берсерка. Настройки, как обычно, Ultra, без RT и DLSS и прочих улучшалок. Что видим? Видим, что температура на процессоре и видеокарте после переборки стала ниже, при этом частоты и мощность выше после переборки. О, как интересно! Показатели FPS. Смотрим внимательно на графике и на циферке. Показатели FPS чуть лучше в версии после переборки. Смотрим итоговые результаты. Выводы делаем сами. И смотрим тесты дальше. Продолжаем переключение Берсерка. Переходим в Full HD разрешение без RT и DLSS. Что видим? Все показатели FPS выше, а температура при этом ниже. Добавить по большому счету нечего, кроме одной маленького нюанса. Минимальный FPS после переборки стал значительно выше, а значит играть комфортнее и приятнее. При этом мы исключили просадки до низкого и неиграбельного FPS. Итого, отлично! Переборка имеет значение. Смотрим результаты. Пока настройка из мухоморов вас еще не отпустила, посмотрим на результаты производительности ноутбука от батареи. Настройки те же самые Ultra без RT и DLSS. Аналогично. После замены термоинтерфейса показатели все лучше. Превратили наш ноутбук в маленькую, какую маленькую, большую портативную консоль. Результаты видите сами FPS. Такое себе по большому счету неиграбельно. Хотите играть от батареи? Откручиваем настройки от максимума. RT-R2, 2К, настройки Ultra без DLSS и прочих улучшалок от куртки. Итого, голая производительность. Температура процессора одинакова в обоих случаях до-после. Температура видеокарты после переборки явно меньше. Внимательно смотрим на 1% и 0,1% низких кадров. До средних 60 FPS, конечно же, не дотягиваем, но это RTX 4060 в 2К без дорисованных кадров. Общий результат плюс-минус одинаковый, но не забываем, что у нас в бенчмарке 6 разных сцен, которые длятся почти 5 минут и могут меняться. Объективный результат по встроенному бенчмарку этой игры показать сложно. Меняем разрешение на Full HD. Те же самые настройки Ultra без DLSS и улучшалок. Все показатели после переборки лучше. Аналогичная картина, как и в 2К, но средний FPS уже почти 70. Итого, что имеем. FPS выше, температура ниже. За переборкой ноутбука решительно и смело отправляемся в E2B. Тень Лары или Shadow of the Tomb Raider 2К, настройки Ultra без улучшалок от куртки. Что мы видим? После переборки видим сразу улучшение всех показателей. Температура видеокарты стала меньше на 4,5 градусов, температура процессора на 1,2 градуса ниже. Переборка явно помогла ноутбуку. Смотрим результаты, двигаемся дальше в Full HD разрешение. Переходим в Full HD разрешение. Результаты по среднему FPS плюс-минус одинаковы, но 1,01% низких кадров после переборки стали сильно лучше и выше, и фреймрейт стабильнее. Видим, что температура по видеокарте после переборки меньше. Как обычно, переборка имеет значение. Смотрим результаты, двигаемся дальше. Попробуем портативно порасхищать гробницы. Разрешение Full HD, настройки Ultra, батарея. От батареи видим улучшение производительности средний FPS, выше температура. Ниже, в итоге, получили большую мощность на процессор и на видеокарту. Фаркай 6, разрешение Full HD, настройки Ultra без DLSS. Результаты до-после переборки одинаковые. FPS после переборки слегка лучше, а температура меньше, чем были. Фаркай 6 от батареи Full HD без доп. оптимизации. Результаты по FPS лучше, чем было до переборки. 30 консольных кадров, слегка даже больше, чем 30 консольных кадров. В итоге от батареи поиграть можно, но играть в 30 кадрах такое себе удовольствие. Киберпанк батарея, настройки, как обычно, Ultra без лучшалок. Не играбельно, но показать нужно. Хотите играть с батареи, снижаем настройки, так как портативный гейминг требует жертв. А жертвовать вы будете либо комфортом игры, либо качеством картинки. По результатам, незначительно, но результат после переборки все равно лучше. Особенно частота процессора радует своей стабильностью. Киберпанк разрешение 2К, настройки Ultra без улучшалок. После переборки температура на ноутбуке меньше. Частота по процессору стабильная 4,450 МГц почти на протяжении всего тестов. Хотя есть средний FPS больше 60 кадров в 2К, снижаем настройки от максимума. Но при этом не забываем, что в нашем случае видеокарточка RTX 4060. Киберпанк снижаем разрешение до Full HD, как обычно, Ultra без улучшалок. Внимательно смотрим на 1% и 0,1% Low и видим, что показатели FPS стали лучше, чем были, но не сильно значительно. Результаты на экране и тугом. RTX 4060 в Legion 2023 года пятерки показывает достойный результат. Играть можно, проходить можно, в принципе все играбельно. Общий результат по тестам. Улучшили температуру процессора и видеокарты, они стали ниже. Добились снижения, улучшили производительность по процессору и улучшили производительность по видеокарте. Тесты видели сами, переборку видели сами. Для кого Lenovo Legion 5 2023 года? Первое. Для тех, кому нужна бюджетная игровая машинка RTX 4060, это RTX 4060. Самое интересное. Основные изменения между Lenovo Legion 5 2023 года и Lenovo Legion 5 2022 года. В 2023 году у нас один процессор Ryzen 7 7735HS. В 2022 году максимальным процессором был Ryzen 7 6800H. Вы думаете, что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. По сути, это тот же самый процессор. Единственное, что в 2023 году у 7735HS чуть-чуть больше может быть максимальный TDP. Все. Процессор не поменялся. Поменялись экраны. В 2023 году стал экран лучше. 350 нит. Остальные параметры все то же самое. Поменялась видеокарта. В 2023 году RTX 4060. В 2023 были народные RTX 3060. Более на богатом RTX 3070. И еще на более богатом RTX 3070 Ti. И да, система охлаждения здесь точно такая же, как в 2022 году. Поэтому более мощную видеокарточку RTX 4070, да, скорее всего, здесь появится. А может и не появится. Посмотрим, как пойдут у Lenovo дела. Если появится RTX 4070, да, система охлаждения и ноутбук ее вывезет. Переборка помогла ноутбуку увеличить немного результаты в играх. Немного снизили температуры. Увеличили производительность. Да, полезли туда не зря. По-хорошему, как обычно, даже при покупке нового ноутбука, переборку делать желательно. И она нами рекомендована. Где сделать и где купить? Естественно, в Е2БАИ. По ценам договоримся, достанем любой ноутбук. Даже то, что очень редкое и очень эксклюзивное. Новинки 2024 года уже заказаны, уже едут. Скоро будут на канале. С вами был Владимир, SEO Е2БАИ. Решительно проставили лайк, дальше будет интереснее. И помните, Е2БАИ только лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...